Я убью тебя, лодочник! Я убью тебя, лодочник! Я убью тебя, лодочник! Я убью тебя, лодочник! Сегодня 1 августа 2018 года, лесовой Анатолий Петрович, частный перевозчик Балаклава. Сегодня 8 утра, мы как обычно начали работу, определили очередность работы. Приступили к работе, спустя пару часов, неизвестные люди выставили охрану на рабочие понтоны, откуда осуществляется посадка-высадка пассажиров, с целью не допустить пассажиров для посадки в маломерные суды. В результате начали разбираться, и оказывается, что нас требуют заключения договоров на стоянку на данном понтоне и работу с него. Он находится в аварийном состоянии, фактически в аварийном состоянии, не освидетельствовав, на нем нет ни света, ни воды. Договор, который предлагают нам подписать, регламентирует и предусматривает наличие воды, света. Само собой автоматически предусматривает, что он должен быть в рабочем состоянии, безопасным быть, оборудован в пожарном отношении, во всех остальных отношениях, для того, чтобы там можно было безаварийно и безопасно садить, высаживать людей. Значит, в результате мы отказываемся подписывать такой договор, в силу того, что ни одно из названных мероприятий, которое они предлагают нам в договоре, оно не выполнено. Они аргументируют свой договор тем, что вы нам сначала дайте денег заплатить, а мы потом сделаем все это. А что за предприятие? Это Севастопольское региональное общество охотников и рыболовов, спортивное какое-то общество, общественная организация. Она является собственником этих причалов? Она не собственник этих причалов. Собственником причалов является другой орган причала, находится под арестом. Им, исполнительной службой города, до конца этого года, эти понтоны отданы на хранение. Они под этим шоусом пытаются сейчас, хотя общественная организация, как это относится с бизнесом, мы не можем понять. Потому что общественная организация, она не имеет права зарабатывать деньги. Аренда вот этого участка берега, где три понтона вот стоят, она стоит там 230 с лишним тысяч рублей ежемесячно. Если посчитать суда, которые тут стоят, которые требуют ту сумму, которую они оговаривают по 450 рублей за метр квадратной стоянки судна, с условием, что там все будет обеспечено, это выходит на судно в среднем от 4 до 5 тысяч рублей. Как минимум 100 судов, это до полумиллиона рублей. Стоит это все 230. Куда остальные 270 общественная организация хочет вбивать? Володя, пойди вот туда посмотри. Мы все предприниматели, у всех имеются лицензии, все хватит на вольт. Появилась такая фирма, не фирма, а военно-охотничье общество, которое возглавляет безверхи Анатолий Иванович. Город заключил с ним договор на 131 тысячу набережной. В месяц 131 тысячу. И вот на это место 264-го причала реорганизовано причал 3Б, теперь 1 это 264-й, 2 это от родины до принца. Это второй участок. Значит, тут стоят понтоны, на которых стоят лодки. Куда мы занимаемся, пассажиры перевозки. Понтоны не свидетельствуют. Они бьются с Украиной, не знаю, сугятся, не знаю как. Но понтоны отданы этому обществу военному на временное хранение. Без коммерческого использования. Пришли люди, появилась какая-то прослойка, прокладка, не знаю, как ее назвать. Зам-председателя этого военного охотничьего общества Баранов Николай Васильевич. Зам-председатель. Который говорит, что я буду брать с вас деньги за подход и работу на причал. То есть, людей ведешь, заключаешь договор с непонятной какой фирмой, прослойкой, которая не имеет права, общество добровольно, она не имеет права сдавать, как, субаренду. Не имеет права. Теперь она, значит, какой-то Баранов хочет с нас денег. Общество, понтоны не стыдетится, понтоны ничего не сделано. Но если ты дал денег, как они говорят, прокуратура закроет глаза и ГИМС тоже. Если денег не дал, то работать нельзя. Людей водить нельзя. Поэтому мы и думаем, что какая-то коррупционная связь, я не знаю, с правительством или, не знаю, с прокуратурой или, если не так говорят, смело подтверждают. Мы не знаем. Мы не будем никого обвинять. Но мы вот сегодня взяли и остановились, потому что вы прислали Титан, закрыли. Вызвали полицию, вызвали администрацию Балаклавы, был Руденко, Владимир. Были какие-то женщины, я не знаю фамилии, не буду брать. Значит, наши люди поехали, представители, поехали в администрацию Севастопольскую, поехали в прокуратуру Севастопольскую. Мы написали заявление в Следственный комитет. Сейчас вот сделаем заявление, напишем, что 50 откажутся, чтобы было в полицию, что нам мешают предпринимательства. Мы никого не боимся, мы никого ничего не украли. Мы предприниматели, которые платят налоги, содержат свои семьи, возим людей на пляжи. Нам никто не помогает, ни топливом, ничем. Чисто, своими силами. Люди, которые сегодня не попали на пляж, пусть не думают, что это виноваты перевозчики. Мы с утра начали работать, отвезли людей, закрыли нас, не дали работать. Мы людей привезли бесплатно, которых вывезли с пляж. Люди не думают, что мы виноваты. Виновата Баранов и компания. Смотрите, завтра инициативная группа, в 12 часов, в общественной палате, в 12 часов, встреча с руководителями проекта, с одними товарищами. Вова, наша в груди инициативная группа, депутатская группа. Все, мы завтра садимся за стол переговором. В 12 часов, в общественной палате. Так что формируйте группу. Вот тот человек, который был... На Ленин. Нам надо именно четкое понимание, пускай объяснять... Ну, вообще-то да, нам нужно не только диалог, нам нужно пускай объяснять, почему вы должны платить 3 метра на дорогу, почему вы должны платить... Это и называется диалог. Почему вы должны платить за неизуществующие понтоны, неосвидетельство, непонятно? 100%. Вы задаете вопрос, они вам отвечают, и мы находим именно компромиссное решение. Все. Не будет такого, что будет одностороннее либо так, либо так. Почему отдали эту набережную обществу военному, почему не нам, рыбакам, рыбакам... Вот завтра эти будем... Те люди, у кого есть право распоряжаться, они должны с вами найти общий язык, должны положить те документы, которые устроят вас, их, все, и вы спокойно работаете. Вот я говорю свою позицию. Дело в том, что, вы поймите, что... Они не поймут, ему как подсказали, он так и будет делать, понимаете? Военные охотничьи, оно не копейки, оно не имеет права вообще денег. Все эти пляжи, и наши, и... И я все, подошел к ближнему пляжу забирать людей. Так и депутат, да. Люди кричат, зачем нам такая Россия, ведь, и все остальное. Для чего вот это все делать? Вот арендаторы пляжа, которые говорят, что вам все... Скажите, пожалуйста. Я убью тебя, лодочник! Я убью тебя, лодочек! Субтитры создавал DimaTorzok